Здравствуйте! Это новости на RTVI. В студии в Нью-Йорке Валерий Кипелов. В ближайшие полчаса вы узнаете о самых важных событиях, которые происходят сейчас в мире. Вначале коротко о главном. Ничего на свете лучше нету. Так, госсекретарь США Джон Керри характеризовал сделку Запада с Ираном, призвав Конгресс одобрить соглашение. Законодатели пока против. Очередной фейк в российских СМИ. Сепаратистов из самопровозглашенной Луганской республики уличили в информационной утке. Кому мешали дети вынужденных переселенцев? В Москве выселяют центр адаптации и обучения, который помогал семьям беженцев с конца 90-х годов. И Das ist fantastisch. Образ одной из самых влиятельных женщин мира. Канцлеров РГ Ангелы Меркель использовали в рекламе лесбийского журнала. Соглашение с Ираном выгодно как США, так и их партнерам, заявил госсекретарь Джон Керри на слушаниях в Комитете по иностранным делам американского Сената. По мнению главы внешнеполитического ведомства США, договору по ядерной программе Ирана нет альтернативы. Ликвидировать иранскую ядерную программу военным путем не удастся, указал Керри. Тем не менее, госсекретарь США уверен, что это, цитата, «хорошая сделка, о которой мы добивались на переговорах с Исламской республикой». По словам главного американского дипломата, рассчитывать сейчас на что-то большее – это просто фантазия. В заключении своего выступления Джон Керри призвал американских законодателей поддержать договоренность с Ираном. После первого дня слушаний на Капитолии ясно одно – мнение законодателей в отношении сделки с Ираном расходится строго по партийной линии. Демократы ее поддерживают, республиканцы единогласно против и обещают заблокировать. Иран должен будет кардинально демонтировать технологии, разработанные для создания ядерного оружия, и избавиться от запасов топлива, которые могут быть использованы в военных целях. Я верю, что это соглашение в лучших интересах безопасности Соединенных Штатов и безопасности Ближнего Востока. Существует лучшая сделка. Она ждет, чтобы ее подписали мировое сообщество и Соединенные Штаты под руководством нового президента. Барак Обама заключил наилучшее соглашение, на которое был способен, поскольку он так слаб в глазах наших врагов и так ненадежен в глазах наших друзей. Поэтому я надеюсь, что наш голос против вдохновит следующего президента. Против сделки с Ираном высказались и тысячи жителей Нью-Йорка, пришедшие накануне вечером на демонстрацию в Манхэттене. Массовая акция протеста по поводу подписанного в Вене договора с Тегераном была организована коалицией еврейских организаций США. В числе участников – бывшие директора спецслужб, губернаторы нескольких штатов, военнослужащие. Демонстранты призвали американские власти одуматься и отказаться от договора, который, по их мнению, ставит под угрозу безопасность всего мира. Администрация должна одуматься и отменить сделку. Иран нужно остановить. Мы здесь, чтобы призвать власти США одуматься. Мы не доверяем Ирану. Ему нельзя доверять. И мы хотим, чтобы наш голос был услышан. Только наивные люди могут полагать, что Тегеран выполнит обещание. Это должны понять в Вашингтоне. «Сын кенийского народа, изменивший мир» – это один из заголовков свежих газет в Найроби в преддверии визита президента США. Сын студента из Кении отправляется на родину отца, чтобы повысить уровень безопасности и дать новый импульс экономике этой страны. Кения – самая американская страна Африки. Президента США здесь считают своим. На улицах Найроби реют звездно-полосатые флаги. Сегодня Барак Обама впервые в статусе хозяина Белого дома отправится на родину своего отца. Обама бывал здесь и раньше, однако нынешний статус лидера свободного мира придает визиту в одну из беднейших держав планеты особое значение. Основная цель посещения – конференция по вопросам безопасности и борьбы с международным терроризмом. Рядовые граждане также ждут от высокого гостя позитивных перемен. Я приветствую решение приехать к нам не только потому, что эта грядущая конференция важна, но и потому, что это родина его отца. Мы все его ждем и надеемся, что он приедет с подарочками. Подарочки в виде экономической помощи и финансирования социальных, гуманитарных и бизнес-программ американские лидеры привозят в Африку регулярно. Однако противодействие террористам и пиратам, в частности сомалийским, остается абсолютным приоритетом в таком нестабильном регионе, как Восточная Африка. Мы очень тесно работаем над расширением и усилением сотрудничества с американскими властями в борьбе с террором. Я уверен, что в ходе переговоров с президентом США мы в первую очередь будем обсуждать именно эту тему. Ведь такова обоюдно важная задача – освободить от зла не только Кению, но и весь мир. В Вашингтоне Кению считают ключевым союзником Запада в борьбе с экстремистской группировкой Аль-Шабаб, действующей главным образом в Сомали. На совести исламских террористов этой организации 148 жертв бойни в апреле этого года в одном из кенийских университетов, а два года назад, в сентябре 2013-го, боевики Аль-Шабаб устроили теракт в торговом центре Найроби, когда погибли 67 человек. Все эти атаки, помимо жертв среди гражданского населения, наносят гигантский вред местной индустрии туризма, одной из немногих приносящих стабильный доход в сфер экономики Кении. Украину обвинили в аннексии Крыма. По мнению спикера Российской Госдумы Сергея Нарышкина, после распада СССР в 1991 году, Киев фактически присвоил себе полуостров, тогда как, цитата, «большинство жителей Крыма мечтали вновь оказаться у себя на исторической родине». Эти слова прозвучали на встрече с делегацией депутатов из Франции, которые сегодня демонстративно отправились в Симферополь, несмотря на недовольство официального Парижа и Киева. Так, глава МИД Франции заявил, что шокирован этой поездкой, потому что она нарушает международное право. Перед вылетом из Москвы глава французской делегации подтвердил, что решение поехать в Крым принимал без согласования с руководством страны, поскольку не считает себя обязанным отчитываться. «В качестве парламентария я не подчиняюсь ни одному правительству. Я подчиняюсь только тем идеям, которые отстаиваю. Мы не представляем французское руководство, поскольку являемся всего лишь членами парламента, и наши точки зрения с правительством не совпадают. Мы не действуем от имени Франции, тем более, что часть из нас едет, чтобы просто разобраться в ситуации и увидеть все своими глазами». Напомню, в составе французской делегации 10 депутатов. В Крыму они собираются провести несколько дней, посетить Ялту, Симферополь, Севастополь, а также встретиться с руководством полуострова. Сепаратистов из Луганской народной республики уличили в информационной утке, или, как уже принято это называть, фейке. Очередном фейке. В видеоматериале информагентства ЛНР вооруженные люди, расчищая завалы Луганского аэропорта, обнаруживают склад с оружием и продовольствием якобы американского производства. Сенсационную новость подхватили российские СМИ. Сюжетом внимательно ознакомилась и моя коллега, политический обозреватель РТВА Мария Гордон, которая присоединяется ко мне в студии. Здравствуйте, Мария. О чем же говорит этот материал? Здравствуйте, Валерий. Материал говорит о классической российской беде. Такой же классической, как дураки и дороги. А беда такая. Прекрасная идея обычно бывает испорчена на уровне исполнителя. В данном случае захотелось обнаружить в завалах Луганского аэропорта, который почти весь прошлый год был на территории контролируемой Украиной, американское оружие. Это бы доказало, что летальные вооружения поставлялись Вашингтоном Киеву еще давным-давно. Казалось бы, возьми оружие, как бы сказал президент Путин, купи в любом военторге и обнаружи его потом в Луганске. Но это казалось не так-то просто. Ящик с ракетными комплексами Stinger, показанный на видео, снабжен надписями на английском языке. И вот ни одна надпись не сделана правильно. US Army написано через P, up me. Слово reusable написано раздельно и даже без дефиса. Reloaded написано через U и тоже раздельно и так далее. То есть, по какой-то причине исполнитель этого задания не смог открыть любой поисковик и изготовить трафарет с грамотной надписью. Более того, даже образец для копирования правильный не нашли. На ящике фигурирует слово Rainer, искаженное Trainer. То есть, срисовывали маркировку учебного оружия. Конечно, напрашивается вывод, что когда блестящая пропагандистская идея дошла до Луганска, воплощала ее в жизнь человек без среднего образования, не знающий английского языка и даже не способный пользоваться Google. Это понятно. Но вот многочисленные корреспонденты, подхватившие этот материал, а его опубликовали и Реановости, и Первый канал, и Россия сегодня, и Комсомольская правда, у них-то образование должно быть по определению. И вот, что, тем не менее, пишет Комсомольская правда. О том, что без госдепа США на Украине не было бы войны, сегодня знают даже дети. Просто никто не подозревал, что среди поставляемого на Украину летального оружия могут оказаться переносные зенитные ракетные комплексы «Стингер». Похоже, что это массовое убийство было очередной домашней заготовкой спецслужб США. Провокация должна была помочь разгореться войне на Донбассе. Газета имеет в виду гибель украинского транспортника, около года назад который был сбит в районе Луганского аэропорта. Теперь этой трагедии есть объяснение. Украинцы сбили свой собственный самолет из американского оружия по приказу кровожадного госдепа. Мы оставим его на совести журналистов, которые не озаботились проверкой подброшенного им материала. Вспомним легендарную историю про распятого мальчика, рассказанную некой Галиной Пышняк, которая не знала, как называется площадь в ее родном, в Славянске. Почему нельзя сделать грамотный информационный вброс? Тот же самый вопрос можно адресовать создателям голливудских фильмов про Россию, которые почему-то не способны нанять русскоязычного консультанта для воссоздания правильного колорита. Или кровавому госдепу США, который, если помните, снабдил Хиллари Клинтон кнопкой с надписью «перегрузка» вместо «перезагрузка». А ведь кнопка тоже была заказана на самом высшем уровне. Человеку свойственно ошибаться. Не правда ли, Валерий? Спасибо, Мария. Это был комментарий моей коллеги Марии Гордон. В России нет четкого понимания, что такое расизм. Об этом заявил журналистом глава антидискриминационного отдела управления Верховного комиссара ООН по правам человека Юрий Бойченко. Представитель Организации объединенных наций прокомментировал недавние инциденты с оскорблением темнокожих игроков футбольными фанатами. Подобная ситуация в стране, которая готовится принять чемпионат мира 2018 года, неприемлемо подытожил Бойченко. Невозможно искоренить дискриминацию за год или два. Это проблема общественная. В России нет четкого осознания того, что такое расизм. Расизм связан с религиозными, этническими и многими другими критериями. Власть должна признать, что проблема есть. Уверен, понимание придет. Да, это абсолютно. Это новости на канале РТВА. Далее в эфире. Кому мешали дети вынужденных переселенцев? В Москве выселяют центр адаптации и обучения, который помогал семьям беженцев с 1998 года. И Das ist Fantastisch. Образ одной из самых влиятельных женщин мира. Канцлеров РГ Ангелы Меркель использовали в рекламе лесбийского журнала. Во всем этом через пару минут на канале RTVI. Оставайтесь с нами.